Магура на службе Гура Мы сейчас в самом центре Киева. Я думаю, что многие из вас узнают эту локацию. Это почтовая площадь. Но немногие знают, что под этой плитой спрятана наша история. В буквальном смысле фундамент нашего государства. Из школы мы слышали об основании Руси, об основании Киева. Знаем такие имена, как Ки, Щек, Хрив и Сестра Ихлыбедь. Но на самом деле все эти имена не имеют никакого отношения к реальной истории. А как все было действительно в самом начале. Об этом мы сегодня поговорим с Дмитрием Гордиенко. Дмитрий, здравствуйте. День добрый. Дмитрий – кандидат исторических наук, историк и уже много лет исследует историю средневековой Украины, Европы и Византии. Да, да. У меня сегодня будет к вам очень много вопросов. С удовольствием. Вашим услугам. Дмитрий, средневековую историю Украины начинают изучать в седьмом классе. Мы как раз сейчас с коллегами работаем над учебником по истории Украины для седьмых классов. И там вот вся эта история, которая касается как раз Руси, Киевской Руси, как мы и говорим, она начинается с повести временных лет. У нас нет другого источника, и мы должны гордиться, не все нации имеют такой источник, как повесть временных лет. Это сам текст, это текст памятника политического. Я думаю, что даже его зачитывали вслух. То есть это была такая пропаганда, это как новости того времени были. Это была государственная политика и навязанная, по крайней мере, киевской элитой своего видения, как видеть себя. Почти все, что историки знают о Руси, происходит из этого источника – повести временных лет. Считается, что эту повесть якобы составил Нестор Летописец. Он был монахом Киево-Печерского монастыря и жил в начале XII века. В своей летописи Нестор описал события, которые произошли за две сотни лет до его рождения. Для него это седая древность, к тому же время, когда письменность не была распространенной. Всю историю IX и X веков Нестор описал, основываясь на устных народных преданиях, то есть на легендах, которые рассказывали люди, и всего на трех документах. Русско-византийских торговых соглашениях 911, 944 и 971 годов. Но и оригинал повествования Нестора не дошел до наших дней. В то время книгопечатания не было. Его изобрели только в середине XV века. Поэтому все, что нужно было сохранить и распространить, переписывали вручную. До нас дошли только копии повести Нестора. Их называют списками от слова «списать», то есть «переписать». Но когда разные списки стали сравнивать между собой, выяснилось, что там есть разногласия. Поэтому историки до сих пор исследуют, что в повести от оригинала XII века, а что додумано и дописано позже. Легенда о Киеве, Чеке и Харыве, она также появилась в повести временных лет, правильно? Я думаю, не просто появилась. Я думаю, что летописец ее создал. Да, человек церковный, человек, знавший хорошо Библию, и для него было тоже очень важно сюда внедрить еще этот библейский хронотоп. Суть легенды о Киеве в том, что до основания города в этих местах жили славянские племена полян. Их родоначальниками якобы были эти три брата. Дальше цитата. «И сидел Киев на горе, где ныне спуск Борычев, а Щек сидел на горе, которая ныне называется Щековицей, а Хорыв на третьей горе, отчего и прозвалась она Хорывытия». И они вместе с сестрой Лыбедью основали город и назвали его в честь старшего брата – Киевом. «Киев называется Киевом, потому что был Киев». Вот это, вот это правда? Киев, Щек и Хорив – это абсолютно библейская легенда, взятая из Библии. Киев, Щек и Хорива точно не существовало, по крайней мере, Киев как князя. Как перевозчик он действительно мог быть, и я даже пишу о том, что то, что Киев происходит от перевоза. Это точно, и это вообще всеобщая европейская практика. Десятки городов в Европе, которые были основаны на месте перевоза. В Библии, в книге «Выход», в главе третьей, есть история о том, как Моисей пас овец. Далее цитата. «Раз погнал он, был овце за пустыню и пришел к Божьей горе, к Хориву». Конец цитаты. Многие современные исследователи, как и Дмитрий Гордиенко, считают, что Хорива Нестор-летописец взял именно отсюда. Ведь, будучи монахом, Нестор хорошо знал Библию. А Кия из Чека летописец нашел в четвертой книге «Выход». Там такой разговор Моисея с Богом, цитирую. «И сказал ему Господь, что это у тебя в руке?» «И сказал Моисей, палка. И сказал Господь, брось ее на землю. Бросил он ее на землю, и стал из нее змей». Конец цитаты. На древнеславянском языке «палка» означает «Ки», а «змей» — «Чи». То есть, сначала была легенда, а потом назвали горы? Абсолютно. А не наоборот? До сих пор историки ищут, а где же та Щековица и Хоривица? Их искали в 19 веке. Действительно, назвали две горы в Киеве. Одну Хоривицей, вторую Щековицей. Но это сделали в первой половине 19 века. Нигде больше, кроме легенды о Киеве, эти горы не упоминаются в средневековых источниках. И в поздних средневековых источниках их нет. То есть, это чисто книжная легенда. Правда, Дмитрий говорит, что также есть версия о том, что Киев могли звать перевозчика, который защищал торговые караваны при переходе через Днепр. Такой переход или перевоз как раз существовал в районе современной украинской столицы. Одним словом, друзья, всю эту информацию мы должны использовать только со словами «возможно» и «версия». Потому что никаких археологических или других подтверждений существования Киева и его родни нет. Но давайте пойдем дальше и узнаем о двух других известных киевских героях – Аскольде и Дире. Какие факты есть об Аскольде и Дире, которые мы можем чисто как факт принимать? Никаких. Ни одного? По поводу Аскольда и Дире. Возникло очень просто. Было два топонима. Это Аскольдова могила, она до сих пор есть. Где современная СБУ, примерно там была Дирова могила. На то время огромная территория. Кто такой Аскольд, кто такой Дир, никто не знал. Давайте тогда о фактах поговорим. Если мы говорим об этих древних временах, значит Аскольд и Дир – это какие-то, скорее всего, реальные люди. Очевидно, потому что если есть могила, могила – чисто скандинавское захоронение. То есть какие-то были скандинавы похоронены там, и у нас традиция сохранила их имена. То есть абсолютно скандинавские имена. Но правили ли они здесь, у меня большие сомнения. Ну а если есть могила, то значит, что там и кости должны быть? Должны быть, если бы были проведены исследования. Но это уже нереально сделать, потому что на месте Аскольдовой могилы там кладбище позднее. Соответственно, там ничего нельзя найти. И также на месте Дировой могилы. Там уже была церковь. Там уже столько перекопано, что это невозможно доказать, действительно ли там кто-то был похоронен. Будь то погребение скандинавское, или это просто имя скандинавское. Вы говорите, что ничего нет, никаких фактов нет. Но кто-то же сказал, что это Аскольдова могила, а это Дирова могила. То есть оно откуда-то же пошло? В средние века была топонимика. Как-то люди всегда обозначают топонимику. И каким образом они были названы, сказать сегодня невозможно. То есть, одним словом, если говорить чисто о фактах, то мы, друзья, на самом деле ничего не знаем ни об Аскольде, ни о Дире. Когда говорят об образовании Руси, опираясь на повесть временных лет, то называют дату 882-й год. И тогда, якобы, произошло вот что. В Киев, по Днепру, пришел якобы с севера человек нормандского происхождения по имени Олег со своими воинами-викингами. В Киеве тогда княжили Аскольд и Дир, и они пришли на берег. И Олег сказал Аскольду и Диру, что они не княжеского рода, в отличие от самого Олега. А потом этот Олег показал им маленького Игоря, и сказал, что Игорь – это вообще сын Рюрика, скандинавского князя. Далее Олег буквально с Игорем на руках, с помощью своих воинов, убивает Аскольда и Дира и сам начинает княжить в Киеве. А после него князем киевским стал этот самый Игорь, которого называют основателем якобы династии Рюриковича. Но современные историки не находят надежного доказательства существования Рюрика вообще. Достоверно неизвестно, чем сыном был Игорь и кем ему приходился Олег. Все неправда, кроме того, что Олег прибывает в Киев, но не в 882 году, это точно. Прибывает где-то в начале 10 века, а не раньше. И, очевидно, прибывает без Игоря на руках. И, по моим исследованиям, прибывает не с севера, а с юга. Эта легенда возникает очень поздно, когда возникают первые списки повести временных лет. Она не во всех списках. Она возникает примерно в середине 12 века, а то и позже. Ну, дальше все эти князья, они же были Рюриковичами? Их называют Рюрикович, Рюрикович, Рюрикович. Да, их так называют. Но очень важный момент, что имя Рюрик появляется в 12 веке. То есть о Рюрике до 12 века вообще в Киеве не слышали. Давайте разберем с самого начала, кто был реальный, а кто был нереальный. Олег, вот он реальный. Это человек, который реально княжил в Киеве. Не совсем княжил. Тоже хороший вопрос. Почему не совсем княживший? Если мы посмотрим на русско-византийский договор 907 года, то мы видим великого светлого князя Олега. А под ним еще 24 великих светлых князей. А что это значит? Это значит, что это был такой конгломерат этих канунгов. И когда возник вопрос заключения контракта, Византия берет обычный контракт. Я знаю, что здесь кто-то может запутаться. Давайте попробуем объяснить. Итак, договор между Русью и Византией 907 года – это первое письменное соглашение Руси, о котором мы знаем из летописи Нестора. Скажу сразу, что оригинал этого договора не сохранился. Содержание пересказывает сам летописец. Он говорит, что Олег пошел на Константинополь, нынешний Стамбул, столицу Византийской империи. И во избежание разорения города русскими войсками император заключает с ними соглашение. Договорились о торговле русов в Константинополе, а также о свободном найме русских воинов в Византийское войско. Но на тот момент, собственно, государство Русь еще не существовало. Были отдельные самостоятельные княжества, как Киевское, Черниговское и, возможно, Переяславское. Поэтому византийцы, чтобы не заключать соглашения с каждым правителем этих княжеств, отдельно определяют главного Олега, ибо конкретно он возглавлял тот поход на Византию. Вот это и есть тот конгломерат конунгов, о котором говорил Дмитрий Гордиенко. А Олег, если его упоминают в Международном договоре, скорее всего, первый герой нашей средневековой истории, который существовал реально. Мы понимаем, что в Киеве в конце IX века был Олег, который был или каким-то знатным воином, или, возможно, был одним из конунгов, князей, которые здесь правили. Все остальное до 911 года – это все легенда. И даже с 911 по 944 год, до поездки Ольги в Константинополь в 957-м или до походов Святослава на Балканы – это все тоже будут неточные даты. Видите, какая все-таки удивительная вещь история. Учишь, учишь, а потом получается, что очень многое может оказаться просто легендой. Друзья, давайте сейчас, наверное, закончим обсуждать эти легендарные истории и спустимся под землю. Потому что там есть вещи, которые не являются легендой. Вещи, являющиеся археологическими находками. Мы поговорим о том, как выглядел Киев в X и XI веке. Вернее, Киевский пригород. Киевский пригород. И это будет очень интересно. И, конечно, друзья, там, под землей, мы поговорим о том, кем могли быть наши первые князья, откуда они появились в Киеве, и все же, какие версии происхождения Руси наиболее логичны. Если Рюрика не существовало, а Ки, Аскольд и другие герои древней истории являются полулики. Вообще, друзья, история этого места, куда мы сейчас спускаемся, очень интересная. Здесь несколько лет назад люди из окружения Януковича хотели построить торговый центр. И тогда археологи, проводившие перед этим археологические работы, они начали находить просто невероятные вещи времен Руси. Но, конечно, для тех людей, которые хотели построить здесь ТРЦ, это вообще не показательно. Они продолжали все это строить, и тогда мы создали петицию о защите артефактов, найденных на почтовой площади. Вместе с активистами мы смогли остановить это строительство. И с тех пор, это был 2017 год, сейчас 2024, фактически 7 лет почтовая площадь находится вот в таком состоянии. Чтобы вы понимали, вот эта плита, это, собственно, та плита, по которой мы ходили сверху. Это территория самой почтовой площади. А под ней, вот там, видите, внизу, там огромные раскопки. Как раз туда мы сейчас спустимся и посмотрим, что там. Ну, вообще, там должен быть создан музей на почтовой площади. Там сейчас активисты оборудовали собственноручно, ну, мы покажем немного позже это место. Но когда-то, я надеюсь, что действительно будет музей с этими находками. Потому что то, что там внутри, это просто невероятные вещи. Для примера, европейские города на сегодняшний день уже имеют подобные археологические музеи под землей. Под дорожными покрытиями. Почему бы Киеву не стать тоже частью даже не только украинской локации, но исторической, европейской исторической локации? Да. Мне просто хотелось с вами встретиться именно здесь как раз и поговорить обо всем этом. Потому что, когда я сюда прихожу с друзьями или с людьми, которым я хочу это показать, то, ну, для всех это просто такое открытие, потому что это центр Киева. И те люди, которые ходят сверху, даже не догадываются, что там, под почтовой площадью, такие сокровища хранятся в нашей истории. Мы с Дмитрием идем дальше и заходим под большую плиту почтовой площади, чтобы показать вам уникальные находки наших археологов. Здесь очень мало освещения, только то, что сделали волонтеры. Ведь пока это место официально числится недостройкой. Здесь нет электричества или водоотвода. А пять лет назад отключили даже насосы, которые откачивали подземные воды. Поэтому образовалось вот такое подземное озеро. Специалисты неоднократно предупреждали власти города, что это очень опасно и может затопить метро, которое здесь буквально в нескольких метрах. Трудно поверить, что место, принящее нашу тысячелетнюю историю, находится в таком ужасном состоянии. И все обустройство, которое здесь есть, это усилие обычных и равнодушных активистов, а не городских или центральных властей. Всегда, когда сюда спускаешься, появляется ощущение, что ты переносишься в какой-то другой мир. Такая локация. Есть такое. Тем более, подсветка этому способствует. Это тьма средних веков или тьма древности. Друзья, кстати, вы знаете, те, кто впервые здесь бывает, им всегда кажется, что вот эти колонны, это тоже что-то такое средневековое. На самом деле, это уже современные колонны, которые много здесь и разрушили как раз под землей. И на этих колоннах держится вот эта огромная плита почтовой площади, на которой мы только что были. Эти колонны заливали сюда, буквально вгрызали их в землю, и они здесь разрушали все, что было найдено. Дмитрий, кстати, что здесь было найдено? Можете поподробнее рассказать, вот что это все такое? Здесь найден средневековый квартал. Это верхний слой, это XI век, ниже есть более древние периоды. Это приличный или портовый квартал. И тут он показывает, что это не просто было место, где приставали корабли, лодки, русов или греков, или норманов тех же, а показывает, что это уже развитый квартал. То есть это показывает тот масштаб торговли и промысла, который вели, собственно, русы. И не только русы, и славяне, и древние украинцы уже в XI веке. Поскольку мы сейчас имеем XI век, но можно предположить, что такая ситуация была и несколько раньше. XI век, смотрите, я так понимаю, что вот эта древесина, это древесина, из которой были построены тут домики, правильно? Все же это были большие хозяйственные постройки. То есть здесь должны быть склады, должны быть ремонтные мастерские, и должна быть какая-то база для охраны, это обязательно. И, собственно, место, где пришвартовывались эти лодки. То есть это развитая инфраструктура. И то, что мы знаем по раскопкам подола, еще по линии метро, и это подтвердило то, что это уже был очень высокий уровень. Мощенные тротуары, мощенные дороги, единственное, что из дерева. Ну, дерева было очень много, то есть это было очень удобно. Во-первых, оно не скользит, хорошо воду впитывает, его легко ремонтировать, менять. То есть это не Париж, который к середине XVII века просто в грязи утопался. Ив был как раз цивилизован. Эти проточные ручьи показывают то, что водоотвод был так же продуман. Это очень круто. Друзья, посмотрите, здесь дерево, ну, вы говорите, XI век, то есть это тысячу лет назад. Да, и это дерево, ну, я не буду трогать руками, чтобы не испортить, но если присмотреться, то можно понять вот этот периметр фундамента такого, ну, деревянного, по факту, да? То есть здесь была какая-то хозяйственная постройка, что-то там хранили, наверное. То, чем торговарив. Плюс, если, например, в ремонтные мастерские, здесь должны быть запасы смальцы обязательно. Ну, смола еще не столько использовалась, но тоже, конечно, уже использовалась. Различные дерева и другие принадлежности для ремонта этих, собственно, кораблей. И склады. А склады ведь не просто склады. Склады у реки. То есть они еще должны быть снабжены водоотводом, вообще просушкой. И что интересно, вот если мы посмотрим на площадь этих складов, это показывает этот размер. Например, вообще хозяйство Киева 11 века. Друзья, ну, я не знаю, передает ли камера, но под глазами как раз очень хорошо видно, что вот эта вся территория, что это была дорога мостовая. И вот эти сваи, это дорога, по которой ходили люди тысячи лет назад. Эта дорога, она шла оттуда снизу, как раз от Днепра. И вот как-то так поднималась туда вверх, в сторону как раз наших склонов. Там фуникулер находится. То есть вот так она была, и по ней ходили люди тысячу лет тому назад. Но видите, вот эти сваи, в чем все это варварство? Оно заключается в том, что когда их заливали сюда, то они как раз вошли в эту мостовую. И по факту ее уничтожили. Разрушили. Они как раз прямо посреди этого уникального архитектурного памяти. Если бы не активисты, все, что вы видите сейчас, уже было бы залито бетоном. Именно волонтеры сейчас заботятся об археологических находках. Они собственными силами обустроили здесь музей. Для этого была создана общественная организация, которая называется Музей одной нации на почтовой площади. Мы встречаемся с соучредительницей этого музея Ольгой Рудковской. Я вижу, что, в принципе, слава богу, здесь нет торгового центра, который должен был здесь быть. Но и музея, который можно считать, ну, таким нормальным музеем, нормальным пониманием этого слова, его тоже нет. Есть вот это пространство, которое вы обустроили собственноручно. Вот почему все так происходит? И почему до сих пор нет такого движения, которое защитило бы все это, что здесь было найдено археологами? Меня просто не укладывается в голове, как можно так относиться к такому памятнику. Я также знаю, что вы каждый месяц собираете донаты на все это, что государство сюда не вложило ни копейки. Нет, за эти годы никаких вложений бюджетных сюда не было. Это все работает только благодаря неравнодушным людям, тем, кто хотел бы поддержать сохранность этого памятника. Ну и благодаря нашим усилиям, нашим заработкам, потому что мы получаем зарплаты, фрилансим, работаем в штате каких-то организаций. Так это и происходит. Это очень хорошо представляет наших людей, но в то же время системно это показывает, насколько мы не в состоянии на государственном уровне защитить все это. Друзья, вообще история этого места очень непростая. Я уже немного рассказывал о том, что в 2013 году компания «Хенсворд Украина» якобы получила разрешение от Киевской горгосадминистрации построить на почтовой площади торгово-развлекательный центр. Но на самом деле, как оказалось впоследствии, разрешение было на реконструкцию дорожной развязки, а не на строительство торгового центра. Мне трудно поверить, что в центре столицы контролирующие органы могут не увидеть, что есть несоответствие. Но вместе с тем, уже после нашей петиции под давлением общественности Верховная Рада приняла постановление о создании здесь национального музея, а сама почтовая площадь стала памятником археологии национального значения. Но если вы думаете, что когда все это произошло, кто-то был наказан или даже просто испугался, то совершенно нет. Активисты еще несколько лет вели борьбу в судах за стройщиком. И только в 2022 году, друзья, после того, как началось полномасштабное вторжение, Верховный суд окончательно запретил строительство ТРЦ на почту. То, что мы сейчас видим, это результат совместного труда многих людей. И эта экспозиция, которая здесь обустроена, тоже очень символична. С этой площадки должна была стартовать плита, которая бы перекрыла всю памятку археологии. Мы видим на подпорках такие насечки. Это как раз тот уровень, где планировалось межэтажное перекрытие торгового центра. То есть все это должно было быть залито бетоном? Да. У нас в экспозиции есть детали этой достопримечательности, которые были найдены, пока выбиралась почва. Эти деревянные детали – это все оттуда. Мы начали сражаться абсолютно за каждый деревянный элемент. Принесли сюда и выяснили немаловажного. Это место раскрывает детали отношений международных. Потому что найдены и следы деятельности порта в виде таможни, в виде даже сухого дока для лодок. Это было неожиданно даже для меня, что это никому совершенно не нужно. Вообще структура недостроенной площади, она на временных подпорках с 2016 года. Никто сейчас не даст гарантию, сколько простоит эта структура. Да, здесь очень хорошо видна технология строительства. И абсолютно украинская технология. Вот когда делается клеть и забивается глиной, которая перемешивается с органическими примесями. То есть это фактически средневековый бетон, который очень легко держит влагу. Использовали подручный материал. Он довольно дешевый был, но тысячу лет простоял и сохранился. И сохранился. Видите, вот здесь как раз хорошо видно. Это как раз какая-то палия, которая хорошо сохранилась. То есть оно так шло, и, наверное, здесь шла такая какая-то дорога. Дорога или мост, или какие-то постройки были? Да, сооружения. Из того, что мы сейчас видим, трудно определить. Но то, что это один из важнейших кварталов средневекового Киева, это точно. Поскольку основой хозяйства средневекового Киева была торговля. Сельское хозяйство почти не играло никакой роли. Сбор меда, даже не только меда, но еще и воска. Потому что основным экспортом, который был из Украины, кроме рабов, собственно, девушек, это был главный экспорт. Второй это был экспорт воска в Константинополь. Он нужен был в огромных количествах, именно для изготовления свечей. И для храмов, и для частных домов. А сам мед, сладкий мед, шел уже на перегонку здесь у нас в Украине. И летопись зафиксировала, что Владимир очень любил употреблять этот мед. И не только Владимир. И другие любили мед, пили немеренно. Позже пришла культура пива. Получается, что и сейчас мы много меда экспортируем в Европу. Выходит, что мед – это такой наш исторический экспорт. Огромный экспорт сала был из Украины и смальца. Ну, это классика. Только его, к сожалению, они еще не поняли, что его можно есть, эти греки. Это только украинцы уже придумали, что смалец можно на хлеб намазать. Он использовался для смазки кораблей и всех огручих поверхностей. Мы тоже тогда больше смазывали им телеги, корабли. Я думаю, позже начали именно смалец употреблять. Из этого жили киевские князья, а именно заработанным из торговли. Только через 200 лет начинается эксплуатация Большая Земли. То есть порт – это было второе по значению после княжеской резиденции место в средневековом Киеве. А вот вы постоянно говорите «средневековая Украина», «средневековая Украина». Я ни разу от вас не услышал термин, который мы часто используем – «киевская Русь». Вот как правильно все-таки говорить? «Киевская Русь», «древняя Русь». Сейчас многие тоже так говорят. Я также встречал такой термин, как «древнерусское государство». Вы говорите «средневековая Украина». Как правильно называть этот период нашей истории? Можно идти от, скажем, исторического термина. Как называлась территория в то время? В то время было обобщенное понятие «русская земля». Большинство украинцев, и я тоже, практически на автомате произносят «киевская Русь». И при этом мы даже не подозреваем, что повторяем российский народив. В 1806 году российский император Александр I дает задачу своему притворному историку Николаю Карамзину написать подробную историю российского государства. Ему нужно было утвердить официальную, каноническую версию, которой придерживались бы все историки империи и за ее пределами. Для работы Карамзина уже была почва. В 1792 году была опубликована фальсифицированная история России, написанная по заданию Екатерины II. Ее целых 9 лет составляла специальная комиссия, которая извращала факты и переписывала историю, чтобы показать, что Российская империя якобы происходит от княжевской Руси, а у русских есть право на ее культурное и политическое наследие. Именно тогда все население Руси объявлено единым народом. Работа Карамзина должна была утвердить и расширить эти нарративы. И он написал целых 12 томов истории государства российского. И там впервые использовал термин, который сам и сконструировал – Киевская Русь. При этом у него еще была и Московская Русь. Книга Карамзина – это одна из псевдоисторических работ, которые писались лишь для того, чтобы доказать, что Россия каким-то образом приемлется Руси. И вот Карамзин, когда он раскрывает эту схему, раскручивает эти вихри истории, и назад он тоже дает название с Руси. Так возникает Московская Русь, далее Московская предшествует Владимирская, соответственно, ей предшествует Киевская. Таким образом он идет по династиям и по этим государственным образованиям, которые все должны быть Русью, но какой-то Русью другой. Потому что понятно, что Владимирская и Киевская – это он делит как два периода, это не одно и то же, но якобы есть преемственность. Но снова, чтобы подчеркнуть, что это какая-то общая история. Да, да. Друзья, кому интересна именно эта тема, обязательно посмотрите наш фильм «Украина. Возвращение своей истории». Он есть на Ютюбе. И как раз там мы подробно рассказываем, как они пытались построить эту непрерывную линию. Ну, собственно, не от Рюрика, мне кажется, а куда-то туда от Мономаха. Ну, короче, этих своих московских царей они пытались привязать к князьям времен средневековой Украины. Особенность российской историографии в том, что они выписывали историю исключительно о правителях и совсем не принимали бы внимания фактическое расселение народа. Если бы по такой схеме действовали европейцы, то получилось бы, что современная Италия может претендовать на половину Европы, ведь когда-то там была Римская империя. И вот когда Карамсину ввел и, собственно, создал термин «Киевская Русь», позже, поскольку он был официальным историографом, он создал официальную схему. А в российской традиции от официальной схемы нельзя отходить, да? И сейчас российские историки, так называемые историки, иногда они жалуются, что вот Путин определил коридорчик. Схемы. Ее надо доказывать. Нельзя отходить. Ну, а видите, я, например, знаю, что они сейчас, наоборот, стали заложниками этой Киевской Руси. И сейчас они пытаются как-то отмазаться от этого, чтобы слово «Киев» не звучало, потому что для них это проблема. Еще одно распространенное название – Древнерусское государство. Его часто используют те, кто знает, что Киевская Русь – имперский нарратив и хочет его заменить. Древняя Русь возникла в наших кругах, что интересно в Гаалинских кругах. Поскольку Галичина до начала 20 века мыслила себя Русью, но она так называлась официально, да. Королевство Руси, позже это провинция Руська и Русины, само название было. И вот они тогда связали себя как Русь современная, то есть 19 век и Древняя Русь. Это был наш термин. На сегодняшний день он тоже не работает. Именно потому, что на сегодняшний день Галичина уже с Ивана Франка определилась как Украина. Мы все украинцы, соответственно, Новой Руси нет. Соответственно, не может быть и Древней Руси. Итак, Киевская Русь и Древняя Русь – не то чтобы совсем неправильно, но, скажем так, не отвечает современным подходам к изучению истории. А как же тогда говорить? Мы определяем давние периоды, исходя из настоящего. Ну, если здесь не произошло коренной смены населения. Уже в Европе от 10-го, 11-го века таких перемен населения не было. Для этого европейская практика предлагает название, ориентируясь на современность. То есть это будет средневековая Украина по европейской традиции. Именно так. И тем более сам термин «Украина» – он тоже присутствует в летописях. Правда, в конце 12-го века дважды упоминается. Поэтому самое правильное и точное будет в широком смысле – это средневековая Украина. Друзья, мне кажется, что мы тоже должны делать из этого выводы. Но как-то менять то, как мы осознаем историю. Вот мы сами даже в наших роликах, мне кажется, часто говорили «Киевская Русь». Я думаю, что теперь же будем использовать термин «средневековая Украина». Потому что он действительно современный. И он отвечает тем тенденциям в исторической науке, которые есть. Поэтому, если вы поддерживаете эту инициативу и также будете называть времена Руси «средневековая Украина», мне кажется, это будет очень и очень неплохо. Давайте вернемся к Русам. Вы говорили «Русы», «Русь», и это, мне кажется, одна из величайших тайн нашей истории. Кто такие Русы? И почему Русь вообще? Русы – это норманы. Это однозначно норманы. Норманы – это северные люди, то есть скандинавы. Скандинавы. Да, но вопрос сейчас – какие скандинавы? Потому что скандинавы есть шведы, есть норвежцы, есть датчане. Кто были те русы, которые пришли в Киев, написал в самом начале 11 века немецкий епископ Титмар Мерзебурский. Он был выходцем из знатной семьи, имел блестящее образование и написал хронику, несколько страниц которой посвятил Руси. Представьте себе, что этот тысячелетний манускрипт до сих пор хранится в Дрезденском архиве. Титмар Мерзебурский называет великих князей киевских королями. О городе он рассказывает со слов саксонских рыцарей, которые служили этим киевским королям. Соответственно, и саксонские рыцари, и тимтар хорошо разбирались в норманах. Они с ними постоянно общались, хотя сами были германцами. И вот они называют русов датчанами. То есть очевидно, что, собственно, наши киевские, по крайней мере, киевские русы были датчанами. Русь само слово означает морской пират. Это естественно для норманов. Мы можем их называть викингами? Это викинги или не викинги? Ну, если и скандинавы. Можно викингами, можно. Варягами нежелательно, потому что не каждый рус варяг. А какая разница? Варяг – это побывавший в Константинополе, прошедший византийскую службу. То есть это уже будет варяг, вернувшийся. А это значит какая-то, ну, скажем, разновидность викингов, которые были датчанами и которые были очень ловкими на море. Правильно? Именно это название, само название взяли именно датчане русы. И топоним рус, он находится практически на всем побережье Средиземного моря. Есть в Испании такой топоним, есть в Италии такой топоним. В Нижней Германии имеем на побережье топоним, где русы наследили, скажем, да. Я думаю, что они пришли к нам со Средиземного моря. Нет, нет, подождите, это такой важный момент. Я думаю, мы должны на этом сосредоточиться, потому что это немного разрушает все, что мы знали об истории. Ведь всегда история была какая? Что они приходили, ну, эти скандинавы, приходили с севера, в Киев. Конец 12-го, начало 13-го века венецианская хроника гласит, что со Средиземного моря они прорвались. То есть имеется источник, который прямо говорит. Далее Русское море в арабских источниках и локализация Руси в Восточном Крыму. И одна из версий, что город Керчь называлась Русией. Очевидно, это была первая база уже на материке здесь русов. И дальше они поднимаются, собственно, под Днепру. Восточный Крым сперва, а затем под Днепру поднимаются выше в Киев. Важно отметить, что русами называли воинов, позже правящую элиту. Но так и называлось население средневековой Украины, жившее там до прихода русов. Наши предки идентифицировали себя издавна как члены определенного племени. В частности, в Киеве и вокруг него жили поля. И только примерно в 11 веке они начинают называть себя киевлянами, черниговцами, владимирцами и так далее. Не русами. Лишь территория, подчиненная русам, называется русская земля. Это Киевщина, Черниговщина и Переяславщина. Русская правда, которую мы знаем, которую приписывают Ярославу Мудрому, очевидно, это памятник еще 10 века. И она составлена между пришедшими в Киев русами, норманами и местной элитой. Это немаловажный момент. Почему? Это значит, что уже в Киеве, по крайней мере в Киеве, протогосударственное образование было. То есть здесь уже была социальная иерархия. Местные какие-то местные. И вертикаль, и горизонталь. То есть когда они сюда прибыли малой группой, я думаю, было не более 50 человек. Когда они не могли быстро убежать, вышли пороги, им пришлось договариваться. Договариваться с местной элитой. Они взяли на себя функцию защиты территории, именно вооруженную. Это обычный контракт для средних веков. Если подытожить все очень коротко, то согласно новым археологическим исследованиям, Киев 9-11 века – это огромный логистический хаб, откуда ведется торговля с Востоком, Западом и Югом. Здесь есть своя местная элита. В то же время в Киев приходят разные группы викингов. Одна из них – датчане. Они договариваются с местными и создают службу охраны. Эту группу воинов называют русами – морскими пиратами. По исследованиям историка Дмитрия Гордиенко, они уже успели повоевать где-то в Средиземном море, основать базу в Крыму и прибывают в Киев именно оттуда. Важно, что русы очень опытные в военном деле. Они со временем перебирают в свои руки власть в Киеве, но при этом сами ассимилируются с местными. И это о славянин-русах. Еще традиции остаются в именах, потому что тот же Владимир – это Вальдемар, властитель Мария, не мира, как у нас объясняют. Святослав – тот же Свинельд, Ольга, Хельга, Самхельг. То есть почти все княжеские имена – это переводы со скандинавских. Игорь, Инквар – это скандинавские имена, но они о славянинах. Четко виден этот очень быстрый симбиоз с местной элитой. Невероятно, Дмитрий. Все, что вы рассказали, честно, ну, мне казалось, что я много знаю в тех временах. Но даже я сегодня, ну, очень много всего нового для себя узнал. И это доказывает, что мы должны продолжать исследования. Потому что даже такие периоды, о которых, казалось бы, все знают все – Киев, Олеги, Игорь и так далее. А видите, сколько интересных деталей мы сегодня рассказали. И они основаны как раз на новейших исследованиях, на археологии, на источниках и так далее. Именно эта локация определила значение Киева в средневековой Украине. Вообще-то, место Киева во всей Восточной Европе. Это музей не только о археологии, нашей истории, а, собственно, о нас самих. Какие мы? Какое общество наше? В нем действительно большая доля очень неравнодушных людей, совершающих чудеса. Судя по тому историческому потенциалу, который здесь раскрыт, и по тем возможностям исследования, мы планируем не инвазивные, то есть не раскопки, а сканирование. Разнообразные версии сканирования. Сегодня технология уже проработана не только в мире, но и у нас она применяется. Даст возможность увидеть, что там ниже, еще 5 метров от этого пласта. А вообще-то, эта памятка, учитывая все ее особенности, она заслуживает патронат высочайшего уровня. Понимаете? То есть, это не просто общественная инициатива. Наша цель, наша деятельность и все наши усилия для того, чтобы обезопасить, сохранить. И мы уже в разных формах раскрыли, насколько богат здесь потенциал. Дошли до международного уровня. И сейчас, кстати, друзья, когда возникает вопрос, как рассказывать об Украине в мире, а это очень важный вопрос сейчас во время полномасштабного вторжения, как раз вот эта точка и могла бы быть таким замечательным местом, через которую можно рассказывать историю Украины. О наших связях с Европой, о нашей политике средневековой, вообще о многих-многих важных вещах. И когда даже сюда иностранцы приезжают, мне кажется, они вообще по-другому, верно, открывают, что такое Украина. Да, да. Потому что вся эта российская пропаганда, что мы там часть России и так далее, вот это место как раз разрушает эту пропаганду и показывает, кто мы есть на самом деле. Абсолютно верно. Ольга, я вам очень благодарен, что вы храните это. Я знаю, каких невероятных усилий это стоит. И, друзья, кстати, я уверен, что многие сейчас захотят попасть сюда. Попасть сюда можно. Каждый, кто проживает в Киеве или просто приезжает, может попасть сюда. Обязательно зайдите на страницу в Фейсбуке музея на почтовой площади. Это как раз страница, созданная для этого музея. И там вы можете зарегистрироваться, договориться о посещении. Все это совершенно бесплатно, но, конечно, там есть счет для благотворительной помощи. Если вы сюда приходите, посещаете это место, то будет очень хорошо и круто даже, если вы еще и поддержите активистов, которые все это содержат за счет донатов. Потому что все это уходит на сохранение нашей истории. В этом процессе приняли участие уже сотни людей, сотни неравнодушных людей. Впереди у нас еще очевидно очень много разной интересной информации о тех древних временах, которые, безусловно, очень важны. Потому что именно тогда закладывалось все, что мы имеем сегодня. Я вам очень благодарен. Спасибо за эту реальную историю. Любовница диктатора Аргентины Хуана Перрона было всего 14 лет. За это его отлучили от церкви. Любовницу Мусорини повесили вместе с ним вверх ногами. А Бакаса император Людоед свою любовницу съел. Диктаторы и их женщины. В цикле программ «Последний день диктатора». В среду в 18.00 по киевскому времени на телеканале «Фридом». Телеканал «Фридом» продолжает свое вещание. В студии Денис Пахила. Здравствуйте. Россия использует Запорожскую атомную электростанцию как военную базу. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления Украины. По их данным, ныне там базируются чеченские боевики. По данным же МАГАТЭ, Россия уже нарушила все семь столпов ядерной безопасности. И так как Запорожская атомная электростанция является наикрупнейшей станцией в Европе, ее оккупация российской армии угрожает мировой катастрофе. Подробности далее. Обстановка на Запорожской атомной электростанции остается тревожной. Там нарушены все основополагающие принципы так называемой «семь столпов ядерной безопасности», разработанные МАГАТЭ. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. С апреля все шесть реакторных блоков находятся в режиме холодной остановки. Это было рекомендовано агентством в течение некоторого времени, поскольку повышает общую безопасность объекта. Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию Запорожью не получает доступа к некоторым участкам, имеющим значение для ядерной безопасности и физической безопасности Запорожской АЭС. Рафаэль Гросси – генеральный директор Международного агентства по атомной энергии во время выступления перед управляющим советом МАГАТЭ. С момента оккупации России Запорожская АЭС превратилась из производителя электроэнергии в потребителя. Сейчас атомная станция находится на грани блэкаута, ведь отключилась внешняя воздушная линия Днепровская, соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Работает только одна линия питания. Об этом сообщили в «Энергоатоме». Полностью отключить Запорожскую атомную электростанцию нельзя, пока в реакторе находится ядерное топливо. Пока в активной зоне реактора находится топливо, то необходимо производить отход излишнего тепла. И для этого должны работать главные циркуляционные насосы. А главные циркуляционные насосы работают от электронной. Поэтому отключить атомную электростанцию от объединенной энергосистемы Украины – это технически неправильно. И это будет повышение рисков ядерной радиационной опасности, которая может привести к непроектным или запроектным событиям на самой атомной электростанции. За время оккупации Запорожская АЭС уже пережила 8 полных блэкаутов и один частичный – запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит развитием ядерной и радиационной аварии. Системы пожаротушения зависят от электроснабжения, при отключении которого повышаются риски возникновения внештатных или аварийных ситуаций. На Запорожской АЭС есть и хранилище радиоактивных отходов, есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива, систему пожаротушения заведенную от электроэнергии. Поэтому взять и просто отключить атомную электростанцию от электричества и от энергии системы – это повысит риски непроектных и запроектных событий на самой атомной электростанции. Сейчас Россия использует захваченную атомную электростанцию в качестве военной базы. Как сообщает Украинский Центр национального сопротивления, в оккупированном Энергодаре на Запорожской АЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии «Ахмат». Они обустроили себе там базу. В одном из помещений чеченцы даже создали тир. Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта. Но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию города и к репрессиям против украинцев. Из сообщения Центра национального сопротивления. «ЗАЭС» – это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Тогда сотрудники подвергались допросам и пыткам. Известно и о погибших. В апреле этого года «ЗАЭС» атаковали российские беспилотники, после чего на заседании Совбеза ООН представители Евросоюза, США и Украины возложили ответственность за инциденты на Запорожской атомной электростанции на Россию. Виктория Смирнова для телеканала «Фридом». Детальнее тему обсуждаю далее с нашим гостем Владимиром Борисенко. С нами на связи доктор технических наук, член-корреспондент НАН Украины, заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности АЭС НАН Украины. Владимир Иванович, здравствуйте. Рад вам в эфире «Фрид». Добрый день. Наверное, самое главное в связи с заявлением господина Гросси о небезопасной ситуации на Запорожской атомной электростанции – это роль делегации МАГАТЭ, которая постоянно находится на территории, как я понимаю, ЗАЭС приезжает туда с проверками непосредственно самой работы Запорожской атомной электростанции. Как представители МАГАТЭ могут обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции в условиях оккупации? Реально ли в целом это сделать? Ну, там у МАГАТЭ не мог ничего на Запорожской атомной электростанции делать в этом и они там не периодически находятся. 1 сентября 2022 года находится постоянная миссия, уже сменилось почти что 20 отдельных миссий. Там находится 4-6 человека, они постоянно раз в месяц, полтора месяца меняются, но они не имеют даже доступа ко всем помещениям на этой станции, поэтому говорить о том, что они не могут на что-то повлиять, не имеют подспойных оснований. А что касается периодических сбесков и интереса к событиям и соответствиям на том, что запорожская станция, то они вызваны, какими-то, скажем, внешними событиями. Потому что с 4 марта 2022 года, когда самая станция стала оккупированной, то ничего там с этого момента не поменялось. Все процессы, которые там происходят в настоящее время, это генирование периметра станции, это недопуск, хотя бы персонала украинского, который там был, с февраля этого года, он туда уже не допускается вообще. Раньше, хоть он туда имел какой-то временный, скажем, допуск в каком-то ограниченном составе. Поэтому говорить о поддержании безопасности, когда неизвестна квалификация персонала, который там остался, потому что там достаточно большое количество уже приехало новых специалистов с Российской Федерации, в порядке, на кафонных станциях, которые не имеются для сущей подготовки. Поэтому не МАГАТЕ, но, естественно, украинская сторона в настоящее время не имеет значкового управления и влияния на кафонных станций. Владимир Путин, не так давно кремлевский диктатор, говорил о возможности перезапуска атомной электростанции Запорожской, уже в рамках, собственно, российского вот этого влияния, ее оккупации. Те планы, которые ныне разрабатываются, я так понимаю, в Кремле, в Росатоме, в Росэнергоатоме, они могут ли повлиять негативно, естественно, на безопасность Запорожской атомной электростанции? Ну, будь какие намерения считать какие-то действия по запуску станций, они, естественно, под собой не имеют никакого технического доставания и опасности. С октября 2022 года действительно указан президент Российской Федерации, сделан некоторый указ, который перевел эту станцию под российскую юрисдикцию вроде бы, но никаких, скажем так, технических и юридических оснований для того, чтобы выполнять там какие-то работы, связанные с, ну, возможно, с прохладным фондом, у них, скорее всего, нет. Ну, тем более, на Запорожской станции, на четырех энергоблоках из шести пользуются американские топки из «Темляус», поэтому они вообще не имеют никакого отношения для того, чтобы обосновать безопасность очередной топки энергетики, для того, чтобы можно было создать какие-то пусковые операции. То есть у них для этого там нет ни программы, ни технических средств. Ну, и это касается и других аспектов, связанных с техническим обеспечением пусковой операции. Это необходимо, чтобы проведены соответствующие работы по обслуживанию, регламентам всего оборудования более тщательно, чем обычно, потому что станции уже более двух лет под оккупацией. И почти что полтора больше года находятся в восстановленном состоянии все блоки, поэтому необходимые регламентные периодические ремонтные работы не проводятся. Никаких работ по так называемым пусковой операциям на следующий время не может произведено, потому что это только будет усугублять ситуацию, которая там есть. Тем более, что станции, так и вверх, находятся так главные линии разграничения. Это будет усугубление, когда вы говорите об усугублении ситуации с безопасностью, правильно ли я понимаю, что, возможно, речь идет в том числе и определенной катастрофе, которую россияне своими неумелыми руками могут создать на территории Запорожской атомной электростанции в целом на территории Украины. Какая это, вот как правильно понять, масштаб, что ли, объем, возможно, этой катастрофы? Ну, действительно, последние полтора работы в автостанции в перепостановленном режиме, большинство блоков 5 обычно из 6-ти находятся по плану. Это блоков состояния, один блок они поддерживали до марта этого года, фактически доцель от огона в горячем состоянии. Это состояние, в котором блок находится, так называемым, технологически высокими параметрами по температуре в соответствии грузов и насилие в своем состоянии, это состояние горячих остановок, оно очень чревато, что, ну, возможно, и последствия, но катастрофических последствий, о которых ранее проговорили разные эксперты обстановок с экологической точки зрения со стороны кожи, что придется отселять опять областей, повлиять на других странах, что влияет на государство вселенной. Естественно, в таких огромных масштабах при любых аварийных сценариях, для исключения, скажем, дядя Глорова и Старо Влада, на станции не нашли, но не густ, возможно. Ну, мне тогда-то уже было сказано в сравнении с Чернобыльской станцией, да, действительно, на Запорожской станции находятся в десятке, это столько больше, чем на Чернобыльском блоке. Там было 200 тонн, на Запорожской станции находятся в наслящий день суммарно там более 3-3,5 тысяч тонн, но оно находится в достаточно холодном состоянии и не представляет собой ту угрозу, которая может существенно повлиять на какой-то аварии. Потому что, в основном, на ход последствия воздушной аварии влияет именно в состоянии топлива, в котором оно находится, особенно если оно находится в активной зоне и находилось в рабочем состоянии, не проходила самоподдерживающаяся цепная реакция деления. В том числе, в том числе, накапливаются располки деления, которые приставляются по угрозу окружающей среде и населения, и персоналу, и установлены блоки. Значительное количество этих активностей меня нарабатывается, оно физически распадается во время состояния станции, и возможные последствия будут в десятки, а то и в сотни раз меньше, если такая авария произойдет на установленном блоке. В контексте возможных катастрофических действий государства-террориста в прошлом году, если мне память не изменяет, американское ядерное сообщество сделало оценку худших сценариев в контексте безопасности на запрос к атомной электростанции. Это бомбардировка, либо же умышленный подрыв реактора, либо хранилище отработанного топлива. Насколько реалистичны на данный момент, я понимаю, что это выглядит, наверное, как гадание на кофейной гуще, но, тем не менее, в контексте сегодняшнего дня, насколько реалистичны эти сценарии, по вашему мнению? Ну, при желании можно что угодно сделать, но цели, которые могут преследоваться теми, кто это планирует, они не могут быть достигнуты. Если эти провокации или какие-то катастрофические действия будут организованы на корнилище отработанного ядерного топлива, где находятся 174 отдельных контейнера с картами, где-то визительно по 12 тонн топлива отработанного находится, то оно тоже уже находится в холодном состоянии, его максимальные температуры, даже если все будет разрушено, будут в районе находиться 300-400 градусов, это не приведет к выбросам значительным, заражение, которое может быть в случае каких-либо взрывных воздействий на такие хранилища, оно ограничится местом разлета обновленных, скажем так, боевых зарядок от сотни метров до километров троп в максимуме. Само топливо холодное, оно не будет, ну там нет летучих, легколетучих материалов, которые именно определяются температурой в большей степени, и поэтому последствия будут ограничены площадкой либо зоной наблюдения. Таких километровых, десятками, сотнями километровых зон отселения, естественно, не может быть в таких ситуациях. Что касается реакторов, то реактор не так-то просто и привести, скажем так, в аварийное состояние, к нему еще надо добраться. Но если это будет средстверкованно делаться, то это понятно, что это уже прямые террористические действия, связанные с угрозой значительного заражения. Ну и такие попытки уже пресекались ранее, когда еще в 22-м году один из комендантов запрос к станции, там какой-то российский генерал заявил, когда там были какие-то попытки по локализации запрос к атомной станции, что если она будет предпринята попыткой ее освобождения, то они там все подорвут, все поломают, потому что если она не достается ей, то она не достанется никому, поэтому от них можно ожидать чего угодно. Но это сделать не так просто, ну и это будет очень очевидно, со стороны, и будет достаточный запас, там несколько дней для того, чтобы можно было на дипломатических уровнях туда принять какие-то меры воздействия, чтобы такие операции, связанные в том числе и с пуском атомной станции, были пресечены, ну на линии МАГАТЭ, ООН, либо каких-либо других линиях воздействия. Сейчас о дипломатии чуть позже хотелось бы тоже вспомнить. Я напомню нашим зрителям на саммите мира глобальном, который будет на курорте Брюгеншток в Швейцарии, будет как раз вопрос энергетической и ядерной безопасности, вынесен один из трех. Сейчас вот я тоже хотел бы вспомнить, Владимир Иванович, об атаках дронов, известного происхождения, государственных террористов, естественно, и в попытках, я так понимаю, каким-то образом повлиять что ли на мир. С какой целью, как вы видите, делаются вот эти вот абсолютно безумные атаки на Запорожскую атомную электростанцию, контролируемую россиянами, несут ли эти атаки определенные риски для безопасности ЗАЭС? Ну, это не первый раз, эти такие провокационные действия, они регулярно проявляются, особенно когда возникает необходимость отвлечь внимание от каких-то других событий, которые происходят либо на линии фронта, либо в других аспектах такой гибридной войны. Ну, например, там они имитировали нападение на Савюковскую станцию, когда хотели отвлечь внимание от проблем с Запорожской станцией. А саммит мира в Швейцарии, Бюргеншток, три пункта будут вынесены из формулы мира, в том числе это ядерная энергетическая безопасность. Нас интересует ядерная безопасность. Какие, по вашему мнению, должны быть приняты решения на этом саммите мира, вот в практической плоскости, которые бы обеспечили безопасность на Запорожской атомной электростанции? Потому что должны быть делегации стран, условно, ООН, кроме МАГАТЭ, имею в виду. Как вы видите? Ну, об этом уже тоже многократно говорилось, что для того, чтобы обеспечить безопасность и сохранение безопасности в безопасном состоянии запорожской атомной владельца украинской стороны, компания «Демоколик» может там поддерживать атомную станцию в безопасном состоянии в любом его режиме работы, останов, работа и так далее. В настоящее время в Запорожской станции, как мы уже выше говорили, отсутствует квалифицированный персонал, привезенные туда специалисты, они не имеют достаточной квалификации. И коротко уже упоминали и о том, что там и другие виды топлива, и все основное технологическое оборудование системы контроля, они уже давным-давно изменены в проекте. Это изготовлено уже так званым отечественным нашим производителем. Это и завод «Инпульс» Сибиро-Лагнецкий, и бывший завод «Ради», и завод «Инпульс» Компания «Бестрон», которые поменяли практически все основное оборудование, касающееся так званого блочного компьютера, который входит в систему контроля всей аппаратуры, там, украине нейтронного потока, систему внутрешнего диактора контроля, системы безопасности. Практически все это сделано уже украинскими специалистами, их соответственно обслуживается тоже в соответствии с инструкциями и регламентами, которые разработаны нашими украинскими специалистами, но на российских станциях такого оборудования нет, и естественно их специалисты не умеют его использовать, эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать и так далее. Поэтому все попытки запугать общественность о том, что они будут выполнять какие-то операции по пуску АТНР. Здесь небольшие у нас проблемы со связью, да, я так понимаю? Да. Да, Владимир Иванович, слышите ли меня? Есть у нас проблемы со связью, но в целом, да, мысль нашего гостя была понятна, что необходимо как минимум обеспечить отсутствие российских специалистов на территории Запорожской атомной электростанции для ее дальнейшей безопасности, в лучшем же случае отвести как можно дальше линию фронта, что также, кстати, касается вопросов мира, которые будут подниматься на встречу в Бюргенштоке, в Швейцарии. Напомню, что Владимир Борисенко был с нами на связи, доктор технических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности АЭС. Национальная академия наук Украины был с нами на связи. Фридом продолжает свое вещание, больше новостей, и вот в том числе этот разговор вы всегда можете найти в нашем YouTube-канале. Фридом подписывайтесь на нас. Спасибо за доверие и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 18 июля 2008 года в самый обычный автобус на окраине Белграда вошли несколько сотрудников государственной безопасности Сербии. И без лишнего шума вывели одного из пассажиров, доктора Драгона Дабича. Доктор занимался психиатрией и нетрадиционной медициной. Имел собственный сайт в интернете и даже участвовал в телевизионном шоу. И никто никогда бы не догадался, что этот с густой бородой и косичкой в седых волосах пожилой человек на самом деле военный преступник, бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, за поимку которого обещали 5 миллионов долларов. Ареста ему удавалось избегать целых 13 лет. Я очень хорошо помню тот день. Думаю, это был вечер между понедельником и вторником, где-то до полуночи. Моя подруга позвонила мне и сказала, что видела сообщение. По телевидению говорилось, что мой отец арестован. После ареста с Радованом Караджичем произошли обратные метаморфозы. Он подстригся и побрился, и мгновение ока превратился в прежнего себя, узнаваемого и самовлюбленного. Он отказался от адвоката и на суде защищал себя сам. Судебный процесс оказался тяжелым делом. Он длился в общей сложности 8 лет. Обвиняемый изучил 3 миллиона страниц доказательств собственных преступлений. В итоге, международный трибунал в Гааге признал Караджича виновным в военных преступлениях. Преступлениях против человечности, главными из которых были жесточайшие убийства 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в боснийском анклаве Сребреница в июле 1995 года и 4-летняя осада столицы Боснии герцеговины Сараева, в ходе которой были уничтожены тысячи мирных людей. Гаагский трибунал приговорил Радавана Караджича к 40 годам тюрьмы, которые после его апелляции были заменены на пожизненное заключение. Радаван Караджич родился в 1945 году в глухой горной деревушке в Черногории. Его отец во время Второй мировой был членом отряда отчетников сербских националистических партизан, которые сражались как против нацистских оккупантов, так и против коммунистических партизан Бростита. В детстве Радаван отца не видел. Коммунисты держали его в тюрьме. В 15 лет Караджич уехал из дома в столицу Боснии Сараева, которое спустя годы он так целенаправленно уничтожал. Там он выучился на психиатра, избрав своей специализацией депрессии. В Сараево он считал себя чужим сербом среди боснейцев. Он жаждал признания и успеха, которых, однако, так и не достиг. Он не был компетентным профессионалом, и он никогда по-настоящему не был принят этим сообществом, и мой моральный долг сказать, что он также не был компетентен как психиатр. Он вращался в богемной тусовке, дружил с мусульманами, писал стихи и мечтал сделать себе имя в литературе, но и поэтом оставался посредственным. Он всегда предпочитал говорить о себе и о том, какой он великий, и что он один из трех крупнейших писателей Сербии, вместо того, чтобы по-настоящему работать над своими стихами. Но, честно говоря, его поэзия была намного ниже среднего. За пять лет до начала активной политической карьеры Караджич почти на год попал в тюрьму. Его обвиняли в мошенничестве и присвоении государственных денег. На них он будто бы построил себе загородный дом. Признание к нему пришло лишь в 45 лет, когда его политическая карьера резко пошла вверх. После смерти коммунистического лидера Брос-Тита, Югославия, состоящая из шести республик, раскололась на части, каждая из которых заявила о своей независимости. Самой крупной республикой Югославии была Сербия, однако сербы населяли и Боснию, и Радован Караджич объявил себя лидером боснийских сербов, которые противились независимости Боснии. Он говорил, «Зачем нам быть меньшинством в вашем государстве? Когда вы можете быть меньшинством в нашем государстве?» Он хотел расширить границы Сербии в ущерб Хорватии и Боснии, и единственный способ достичь этой цели – через войну. В 1992 году Босния-Герцеговина проголосовала за выход из Югославии, однако населявшие ее сербы бойкотировали референдум, к этому их подстрекала националистическая партия Караджича. Ее новоиспеченный лидер заявил о создании на территории Боснии-Герцеговины независимой сербской республики, и сам стал ее президентом. Чтобы расширить свою территорию, развязал кровавую войну. Ее целью стало вытеснение боснийских мусульман с их земель. Те, кто не хотел уйти добровольно, должны быть уничтожены или помещены в концентрационные лагеря. Это была открытая политика жестокого и целенаправленного геноцида. Мы чувствуем, что сейчас в Боснии почти нет семьи, которая была бы цельной и полноценной. Каждое поколение хранит в себе память о братьях, сестрах, родителях, которые были убиты во время войны. План этнических чисток Караджича был чудовищным. По его приказу сотни тысяч босняков были изгнаны из своих домов, а те, кто не ушел, стали жертвами ужасных зверств сербских военных. Были задокументированы тысячи преступлений, в том числе и массовое изнасилование боснийских женщин. Когда об этом зашла речь на суде, Караджич пренебрежительно отмахнулся, мол, это трагедия, но так поступают все солдаты, и это происходит на всех войнах. Он хвастался тем, что завоюет Сараево, главный город Боснии, и сделает его столицей боснийских сербов. В течение 44 месяцев по его приказу город беспощадно бомбили и обстреливали. И не пропускали конвой с гуманитарной помощью, обрекая его жителей на голод. Сараево находится между горой. Снайперы Караджича, занимая доминирующие высоты, прекрасно видели, кого они убивают, и целенаправленно метили в мирных граждан, которые пытались раздобыть в осажденном городе еду и воду. Насилие своих войск Караджич оправдывал историческим правом Сербии играть главенствующую роль и пренебрегать интересами других народов. Выступая в парламенте непризнанной сербской республики, он говорил, «Сербия – это скала, о которую разбиваются империи и мировые порядки. Сербия – это нечто великое. Ее величие измеряется ненавистью ее врагов». Первые два года войны армия Караджича одерживала победы. Благодаря превосходству военной силы и техники она заняла две трети территории Боснии. Подходя к очередному городу, военные расстреливали его из артиллерии, превращая в руины. По приказу Караджича на завоеванных землях устраивали показательные казни босняков, и люди в ужасе бежали, бросая свои дома. Самая страшная трагедия разыгралась в Сребренице. «Когда мы поняли, что Сребреница падет, все мужчины армейского возраста начали уходить из этого района, ушли в лес. Среди них были мой муж и мой сын. Остальные – женщины и дети. Начали двигаться в район недалеко от границы, надеясь, что нас защитят. Но надежда угасала. Мы поняли, что ООН не окажет нам никакой помощи». Муж и сын шахиды были убиты во время резни в Сребренице, которую чинил пособник Радавана Караджича, его правая рука генерал Радко Младич. 11 июня 1995 года его головорезы ворвались в городок, в котором расположился контингент миротворческих сил ООН. Там стояли около четырех сотен голландских военных. Под их защитой находились тысячи боснийских беженцев, которые пришли туда в поисках безопасного места. Пока в Сребренице были журналисты, Радко Младич раздавал детям конфеты и обещал соблюдать порядок. Но когда телевизионщики уехали, а миротворцы ушли, генерал Младич учинил кровавую бойну. Мужчин и мальчиков старше 15 лет отделили от остальных, загнали в автобусы и грузовики и увезли. В течение нескольких следующих дней всех их казнили без суда и следствия и похоронили в общих могилах. Мы тоскуем по своим мужьям и детям. Одна из моих сестер потеряла сына. Ему было всего 16. И он похоронен здесь. На суде в Гааге Караджич пытался снять с себя вину, уверял, что не приказывал убивать босняков, но судья предъявил подписанную им директиву, в которой бывший лидер боснийских сербов распорядился сделать жизнь мусульман в Боснии невыносимой. Этой директивой сербский мясник, по сути, развязал руки своим военным. Свою цель он пояснял так. Сербы должны остаться одни, чтобы избавиться от кошмаров прошлого, когда их уничтожали. После резни в Сребренице для Сербии ввели экономические санкции. Ее законный президент Слободан Милошевич разорвал отношения с Караджичем. Лидер боснийских сербов превратился в преступника и политического изгоя. Командующий войсками ООН в Боснии британский генерал Майкл Роуз вспоминал. Караджич назначил себя верховным главнокомандующим и переоделся в камуфляжный костюм. Во время переговоров мне казалось, что он потерял контроль над собой. Он страдал от тяжелой депрессии и грыз ногти до мяса. В 1995 году операция сил НАТО против армии Караджича поставила точку в этой кровавой войне. В Америке было заключено мирное Дейтонское соглашение. А Радован Караджич и генерал Радко Младич были включены в список тех, кого должен судить созданный ООН в международной трибуне. Такие люди, как Караджич и Младич, несут ответственность за захват 8000 человек, мужчин и мальчиков, которые затем были убиты самым жестоким образом. И я придерживаюсь мнения, что такие люди должны ответить за то, что они сделали. Однако в 1995 году арестовать преступников не удалось. Оба и Радко Младич и Радован Караджич словно испарились. Говорили, что Караджич скрывается в одном из горных монастырей Черногории или Сербии. Но это было не так. Очевидно, при помощи сербских спецслужб он получил новые документы на имя Драгона Табича, до неузнаваемости изменил внешность, отрастил город, носил огромные очки и шляпу, придумал новую манеру походки и даже изменил акцент с боснийского на белградский. На его ныне несуществующем сайте Драгон Табичком была выложена фальшивая биография, в которой говорилось, что он родился в Центральной Сербии, с юности исследовал ближайшие леса и горы, где собирал натуральные и мощные лекарства. Впрочем, ходили легенды, что в тот период безопасность Караджича обеспечивала целая агентурная сеть, и на это тратились миллионы тонн. Его дочь считает, что это лучше. Он жил один, он мог зарабатывать деньги для себя, поэтому все эти голливудские теории заговора развалились, потому что они не были правдой. Он стал образцовым гражданином, которого уважали и которым восхищались его соседи. Новая личина Караджича была кардинально иной, он стал эксцентричной личностью, хорошо известной в кругу психиатров Белграда, последователем мистической школы Нью-Эйдж. По работе он выезжал за границу в Волбавстве и Хорватии. Драгон Дабич ходил на многие публичные мероприятия, просто чтобы проверить свою новую личность с бородой. Время от времени он просто смотрел на людей, которые знали его как Радавана Караджича, и пытался понять, узнают ли они его. И был очень горд, обнаружив, что никто его не узнал. Драгон Дабич чувствовал себя настолько свободно, что часто посещал бар под названием «Сумасшедший дом», где на стенах были развешаны фото диктаторов, и усаживался пить пиво под собственным портретом. Никто и никогда так и не увидел в нем самого разыскиваемого преступника Европы. Но даже если бы его и узнали, скорее всего, не выдали бы властям, ведь проповеди о Великой Сербии оставили глубокий след ума его почитателей. К сожалению, многие до сих пор считают Радавана Караджича национальным героем Сербии. Если бы он нам раскрыл, кто он на самом деле, если бы он это сделал, мы бы все его поддержали, мы бы защитили его и спрятали. А раз так, то большую часть Сербии тоже пришлось бы посадить в тюрьму, потому что многие из нас помогли бы ему. И все же разведывательные службы выследили доктора Дабича и в течение месяца следовали за ним по педалам. Им удалось взять образец ДНК и подтвердить, что это действительно тот человек, которого они ищут. В августе 2008 года Караджич наконец предстал перед Международным уголовным трибуналом ООН по бывшей Югославии, который проходил в Гааре. Он пытался представить себя кроткой овечкой, человеком, которого следует не судить, а вознаградить за попытку избежать войны. Судьи заслушали показания почти 600 свидетелей и после по-марафонски долгого суда вынесли собственный вердикт Караджичу в пожизненное заключение в тюрьме. В своем недавнем интервью дочь Радавана Караджича Соня сообщила, что ее 79-летний отец остается за решеткой на острове Уайт на юге Британских островов. Его перевели туда из Гааги три года назад. Семья высказывает опасения, что Радавану там могут отомстить, ведь он отбывает срок в тюрьме, где среди заключенных есть исламисты. КОНЕЦ Ты едешь неизвестно куда, ты не знаешь, что будет дальше. И самое страшное, ты понимаешь, что с каждым твоим дальнейшим шагом ты все дальше и дальше от того, что у тебя есть. То есть ты уже не вернешься и как раньше уже не будет никогда. Так Эвелин вспоминает дорогу в Киев. Из оккупированного России Донецка в столицу она приехала летом 2023. Когда в 2014 году россияне оккупировали город, Эвелин училась в третьем классе. В 2022 она закончила школу и поступила в Донецкий вуз на политолога. Девушка не боялась делиться своей проукраинской позицией в социальных сетях. И ее постами заинтересовались российские оккупационные власти. Из-за давления Эвелин пришлось уйти из университета. Она решила переехать на подконтрольную Киеву территорию. Из Донецка отправилась в российский Ростов-на-Дону, потом в белорусский Брест. После того, как белорусские пограничники не пустили ее в Украину, не имея для этого оснований, волонтеры из Варшавы помогли Эвелин через Польшу добраться до Киева. Мы росли в контексте, что Украина – это абсолютное зло. Украина – это нацизм. Россия – это мир, это будущее и это добро. Очень трудно там находиться, потому что все-таки пропаганда, существующая на территории России, и пропаганда, которая существует на временно оккупированных территориях, это две разные пропаганды. И та, что на оккупированных территориях, более жесткая. На временно оккупированных территориях Украины Россия милитаризует детей и подростков, нарушая конвенции ООН о правах ребенка, говорят правозащитники. Детей зомбируют через учебную программу, наполнив искаженными фактами и откровенными манипуляциями учебники истории и литературы. Так называемые уроки мужества, встречи с российскими военными преступниками и охота на педагогов и учеников, которые дистанционно учатся в украинских школах. Так, система так называемого перевоспитания устроена во время учебного года, а на летних каникулах российские оккупанты массово загоняют школьников в лагеря с ускоренной программой российской пропаганды и военно-патриотического воспитания. Идеологическое воспитание детей, оно подразделяется, скажем так, на политическое и на милитаризационное войне. Политическое — это в первую очередь поставить детей, каким-то образом полюбить Российскую Федерацию, ненавидеть Украину, считать себя русским и не считать себя украинцем. Второе — это привить образ врага, искусственно созданный образ врага. И на третьем этапе идет милитаризация, детей просто учат стрелять, убивать, но не просто так, а именно направлять оружие на этого врага. Подобные практики применяют и к незаконно депортированным украинским детям. Таких не менее 19,5 тысяч. 2 июня в Николаевскую область удалось вернуть пятерых детей-сирот, которых Россия принудительно переместила на свою территорию еще в 2022 году. Недели ранее еще 13 — семерых из оккупации, шестерых из страны-агрессора. В общей сложности вернуть из депортации Украина смогла почти 500 маленьких украинцев. В этом вопросе Киеву помогают страны-партнеры по международной коалиции. Стану на заразу. На сегодня там 37 стран. Основной вопрос — это международная коалиция обязалась использовать все рычаги, которые есть у этих стран, чтобы возвращать украинских детей. Публичные и непубличные. Депортация украинских детей должна быть признана военным преступлением, геноцидом. Мы ожидаем, что саммит мира принесет дополнительные рычаги влияния на российскую сторону, изменение их позиции и ускорение процесса возвращения украинских детей. Помочь в возвращении украинских детей домой можете и вы. Через информационную кампанию «Знаешь, скажи». Если вы живете на временно оккупированных России и территориях Украины, в России или в Беларуси, и знаете, что у ваших соседей, знакомых или в социальном учреждении живет ребенок, похищенный из Украины, сообщите нам об этом. Передать информацию можно через телеграм-канал «Я тут». QR-код и логин вы видите на экране. Или заполнив электронную форму по ссылке uatv.ua.save.ua.children. Мы гарантируем вашу анонимность. Валерия Никипелова для телеканала «Фрида». Миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза начался еще весной 2021-го. Нелегалы из Ирака, Сирии и Афганистана пытались попасть на территорию Литвы, Латвии и Польши. Президенты этих стран тогда напрямую обвинили Минск в гибридной агрессии в отношении Евросоюза. Мы приняли решение осудить действия режима Лукашенко по использованию мигрантов в политических целях. Мы обеспокоены правами человека и безопасностью мигрантов, находящихся в настоящее время Беларуси, которых вынуждают нарушать границу Европейского Союза. И призываем привлечь режим Лукашенко к ответственности за торговлю людьми. Из совместного заявления президентов Эстонии, Латвии и Литвы на сайте президента Литвы. Зимой 2021-го напряженность на границе снизилась вплоть до весны этого года. В течение 10 и 11 апреля польские пограничники зафиксировали 613 попыток нелегального проникновения на территорию страны. Тогда мигранты бросали ветки и камни в пограничников, применяли газ. На днях ситуация обострилась, нелегалы ранили одного из пограничников. Мы имеем дело со скоординированной, очень осторожной операцией на многих уровнях по нарушению польской границы и попыткой дестабилизировать ситуацию в стране. Эта агрессия не случайно возрастает все больше и больше, потому что речь идет не о какой-то помощи мигрантам из России или Беларуси, а об организации гибридной войны, дестабилизирующей польское государство и фактически всю Европу. Это организованный бандитский атак. Сегодня это организованное бандитское нападение на Польшу, на нашу безопасность. Мы должны относиться к этому именно так и просим всех понять ситуацию, в которой мы находимся, и поддержать нас. Однако корни миграционного кризиса ведут не только в Минск, а причастности Москвы к происходящему, говорят эксперты и представители разведок нескольких европейских стран. По словам руководителя Литовского агентства информационной безопасности общества, на территории России уже готовятся к переброске в соседнюю Беларусь группы мигрантов. Неизвестно, куда именно направятся эти несколько тысяч человек. Не исключено, что атакована будет именно польская граница. Польша не имеет границы с Конго, Афганистаном, Сирией или Центральной Африканской Республикой. И весь этот миграционный кризис на нашей границе организован искусственно, белорусским КГБ и, скорее всего, не без помощи российского ФСБ. Лично мне жаль этих людей из африканских стран, потому что люди живут там очень бедно. Но в то же время мне понятно, что те, кто попадает на нашу границу, отнюдь не самые бедные. Потому что они платят и 5, и 10 тысяч долларов за то, что их привозят на гражданских самолетах в Беларусь. А сейчас, скорее всего, и в Россию. Витальд Юрош. Политический обозреватель польского новостного портала ОНЕД. В интервью изданию «Голос Америки». Большинство экспертов сходятся во мнении, миграционный кризис выгоден скорее Путину, чем Лукашенко. Карманный белорусский диктатор в очередной раз подыгрывает своему московскому хозяину. Ведь в интересах Путина дестабилизация ситуации внутри стран-партнеров Украины и отвлечение внимания от развязанной им войны любыми способами. Лариса Зубенко для телеканала «Фридом». В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обнародовал украинскую формулу мира – план Киева по завершению войны. Он включает 10 пунктов – радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод с территории страны российских войск, прекращение боевых действий, восстановление справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания войны. Кульминация работы над формулой мира и серьезным шагом к ее реализации должен стать глобальный саммит в Швейцарии. Мир должен быть крепким, давить политически на Россию, по-другому остановить Путина невозможно. Только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия, ну и разобраться всем странам мира до конца, не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право. Готовность принять участие в саммите мира подтвердили 106 стран, сообщил Владимир Зеленский. В то же время Россия, которую на саммит не позвали, развернула кампанию по дезинформации, призванную саботировать мероприятие. Поддержал Москву и Пекин. Си Цзиньпинь на саммит мира не приедет, хотя Киев неоднократно подчеркивал заинтересованность в участии Китая. Но в КНР заявили, саммит не соответствует их требованиям. Пекин настаивал на том, чтобы в конференции на равных приняла участие Россия. Китай проявил себя как стратегический партнер не Украины, а стратегический партнер России. Выгодок Китая состоит в том, что он не заинтересован в том, чтобы Российская Федерация проиграла войну. Все-таки для Китая в соответствии с декларацией, которая была подписана буквально накануне полномасштабного российского вторжения в Украину, согласно этой декларации, между Китаем и Россией существуют стратегические партнерские отношения, как нам сказано, без ограничений. Китай утверждает, что будет по-своему продвигать мирные переговоры. 23 мая во время встречи в Пекине глава МИДа Китая Ван И и главный советник президента Бразилии Селса Аморим согласовали план так называемого урегулирования украинского кризиса. Именно так в Китае называют войну России против Украины. В феврале 2023 года Пекин уже презентовал собственный мирный план. Он состоял из 12 пунктов. Ни в одном из них нет ни слова осуждения Москвы за агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий. Нет в нем и никакой конкретики. Теперь пунктов стало вдвое меньше, но суть от этого не изменилась. Ни Китай, ни Бразилия, ни какая-либо другая страна не могут диктовать Украине, как должна закончиться война, уверен Владимир Зеленский. Я желаю всем странам мира, чтобы ни у кого не было потерь, ни у кого не было массовых ноги, массовых жертв. Но это украинцы погибли. Это россияне насиловали наших людей, наших женщин, украли десятки тысяч наших детей. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война. Она должна закончиться по закону, по международному праву, по справедливости. И это обязательно. На первом саммите мира лидеры государств обсудят три из десяти пунктов украинской формулы мира. Ядерную и продовольственную безопасность. Освобождение военнопленных и незаконно депортированных Россией украинских детей. Андрей Дмитренко для телеканала «Придам». Тела Бенита Муссолини и Саддама Хусейна выкрали из могил. Фердинанда Маркоса, диктатора Филиппин, четыре года не разрешали хоронить на родине. Тело его все это время хранилось в холодильной камере. Кровавого тирана-коммуниста Албании Энвера Ходжу похоронили на кладбище павших героев. Но вскоре из героев его вычеркнули, останки принесли на окраину тираны, а в его музее открыли штаб НАТО. 37 лет назад прямо из склепа похитили руки диктатора Аргентины Хуана Перрону. За них требовали выкуп 8 миллионов долларов. Руки пока не вернули. Диктаторы и их активная загробная жизнь. В цикле программ «Последний день диктатора». В среду в 18.00 по киевскому времени на телеканале «Фридом». Этот сюжет мы начнем с таблеточки памяти для России. Причем такой, знаете, весьма показательной таблеточкой, которая очень ярко иллюстрирует, чего стоит и кремлевская пропаганда, и разного рода запоребриковые аналоговнеты. В общем, смотрим и улыбаемся. Противоракетная зенитная система С-400, о которой упомянул министр обороны, имеет еще одно название «Триумф». И это имя, по отзывам экспертов, оправдывает содержание. У конкурентов что-то похожее появится еще не скоро. Каждая из таких установок способна заменить по два комплекса С-300, которые сейчас стоят на вооружении ПВО. Так что небо над Россией будет закрыто не только на... не только небо, но и ближайший космос. То есть, как вы уже поняли, друзья, эту смешную броваду глюминиевого народа показывали в момент выхода комплекса в С-400 на боевое дежурство. «Ну все, Мань, теперь, считай, мы под зонтиком!» Радовался на диване ура-патриот Вань. Шутка ли, С-400 еще и космос прикрывает, а всякая там баллистика, это вообще семечки? Пять минут и воздушное пространство в радиусе 400 километров становится непроницаемым для любой цели, летящей на любой высоте. Для С-400, что стелс на сверхзвуке за горизонтом, что крылатая или баллистическая ракета, не цели даже, семечки. Но вот прошло время, и С-400 оказались в условиях реальной войны, а не на учениях или не на парадах. И что вам сказать, друзья, не соврали пропагандисты? Самый дорогой качественный комплекс российского ПВО действительно сбивает 100% ракет. Правда, есть один нюанс – сбивает своим им. То есть сначала старенькой американской баллистикой выносит целый комплекс в Амбросиевском районе Донецкой области. Буквально тут же в сети появляется вот это видео, весьма вероятное из Моспина под Донецком. И, наконец, самая сладкая булочка даже не баллистикой, а тупо «Хаймарсом». Уничтожен С-400 в Белгородской области. Также Украина поразила российские комплексы ПВО С-400 к северу от Белгорода. Удар по С-400 был нанесен при помощи американских ракет «Хаймарс». Давайте-ка мы вам под старый текст свежую картиночку подставим. Для С-400 что стелс на сверхзвуки за горизонтом, что крылатая или баллистическая ракета, не цели даже, семечки. Так чё там по семечкам опасные? Больно упали на голову, да? И просто для заметки, каждый комплекс С-400 стоит около миллиарда долларов. И ещё парочка подобных акций, считайте, что баблишка, как на северный потоп ушло. Но деньги-то такое, важно, что на изготовление новых комплексов нужно много времени. Вот почему у крикунов в Кремле и в Останкино случился очередной инсульт пятой точки. Мы будем считать, как объявленную военную помощь, так и все те средства, которые отчисляют разведку с законными целями, вне зависимости от того, где они находятся, мы их будем уничтожать. Мы должны отвечать на ударами по тем территориям, откуда для нас исходит угроза. И когда Владимир Путин говорит о том, что мы же понимаем, кто наводит цели, кто ведёт эти ракеты, дальние действия. Им должно быть настолько страшно, что они наконец должны включить голову и открыть учебники истории и сказать, ребята, стоп. Дальше конец человечества в том виде, в котором мы идём. Куда ни включи истерика такая, что можно дома их скрепными местами отапливать. Даже Гурулёва из вытрезвителя на эфир забрали. Ну-ка, дед, давай, не посрами Борзю. Расскажи, как вы украинцам страшно ответите. А чтобы у всех было прекрасное понимание, что у Европы будет каюк, нужно как раз хорошую даку, да? По Европскому полигону. Ну, ядерный, обязательно. Слушайте, как только в Явров прилетит, в очередь станут перекремлён. Поздороваться. Сто процентов, потому что в мире всё-таки уважают силу. И к этому надо стремиться. Ну, а чё, неплохая заявка. Всё-таки ядерка по Львовской области – это что-то новенькое. Правда, ой, есть опять-таки максимально скромное мнение, что китайский хозяин нынешней московской губни разрешения на вот такие финты ушами никогда не даст. Вы вправе применить любое оружие, включая ядерное оружие. Мы нанесли удар по местам хранения тактического ядерного оружия на территории Европы. Должны взрываться военные заводы, склады по всей территории НАТО. Простыми словами, Си Цзиньпинь не для того строит свою империю, чтобы мир медным тазом из-за горстки шизиков накрылся. А этому лично мы не сомневаемся, что вместо ядерки Россия снова продолжит отыгрываться на мирных жителях за свои военные поражения. Сейчас вот мы вам покажем, чему радуются ура-патриоты на этой неделе. Си Цзиньпинь пришла новость, что сегодня вся Украина будет сидеть без света уже на час дольше. Ну ничего себе, вот это победа. Проклятые украинцы, цитата, на целый час больше без света сидят. Невероятный уровень достижений второй армии мира. Хотя нет, есть же еще мечты, как украинцы согреваться зимой, обнимая поросенка будут. Судя по печальной статистике, связанной с энергетикой и ЖКХ, я не знаю, как они вообще будут выходить из этой ситуации. Перебои со светом, холодно. Селянин мерзнет, вынужден, значит, согреваться, обнимаясь с поросенком. То есть шел десятый год вот таких вот обещаний. При этом на Украине почти нет газа, и угля на многих тест осталось на 10 дней. Чтобы без газа и угля согреть тело, украинцам, вероятно, придется сжечь что-то еще, например, Киев или Львов. Те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны. Страна останет в полупсе. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. А ненавистные украинцы все никак не собираются замерзать. Более того, зимой именно черноротых пропагандистов может ждать неприятный сюрприз. Вот давайте подумаем логически. Зачем Украина сейчас так активно выносит российское ПВО? Явно же не от нечего делать, да? То есть вполне логично предположить, что готовятся комбинированные удары дронами и ракетами. Та же Франция уже дала добро на применение скальпов по РФ. Тут какие-то безумные уже новости. Франция дала разрешение Украине на использование ракет «Шторм Шэдоу». Они же скальп для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях. И да, понятно, что в первую очередь приоритетной целью являются аэродромы стратегической авиации. В идеале хотелось бы детонации кабов, чтобы летчиков-залетчиков по кусочкам собирали. Но если Россия при этом продолжит бить по энергетике Украины, ничто не помешает ВСУ нанести симметричный удар в ответ. Посмотрите, куда долетают дроны уже сейчас. Оренбургская область, Татарстан – это ж тысячи километров от Украины. То есть раньше били по НПЗ или по военным объектам? Татарстан – это ж тысячи километров от Украины.